Здравствуйте, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. Сегодня, 8 сентября, примерно во второй половине дня, украинские военные нанесли еще один сокрушительный дроновый удар по еще одному месту хранения топлива, на этот раз в Белгородской области. Локация село Ютановка, в 25 километрах от российско-украинской границы. На ваших экранах видеозаписи от местных жителей, которые засняли на свои гаджеты мощнейший столб дыма, ну и, разумеется, масштабный пожар на соответствующей площадке хранения топлива. Топливо, которое находилось в цистернах. Они взорвались и загорелись после попадания по этим цистернам украинских беспилотников. Что очень важно, это то, что произошло это в Белгородской области, то есть там, где у России, по идее, должны быть мощные системы ПВО и РЭП. Да, нечем удивляться, когда подобное происходит даже в какой-нибудь Ростовской области, не говоря уже про какие-то более удаленные от фронта районы. Но, если мы говорим о Белгородчине, то там, поскольку это граница с Украиной, и там постоянно идут боевые действия, в частности, обстрелы, конечно, системы ПВО и РЭП должны быть особенно плотными. Но, коли уж тут пропускаются удары, то что же тогда говорить о других местах? Это означает, что у России реально кризис ПВО и РЭП. Мы об этом говорили накануне с специалистом дальней беспилотной авиации Украины Константином Мельником, который напомнил, что системы ПВО и РЭП уничтожаются, а вот восстанавливать и компенсировать вот эти потери России, если не полностью лишилась возможности, то, как минимум, частично ограничено в этом, а все из-за санкций. Кроме того, украинские дроны становятся все злее, а их тактика обхода ПВО и РЭП все изощренней, чтобы россияне при всех своих возможностях создавали бы определенные дыры в вот этом самом ПВО, а точнее в зонах ПВО. И, таким образом, удается проникнуть даже в столь плотно защищенную среду, как Белгородчин. Но, еще раз повторяю, после того, как Россия потеряла множество своих средств ПВО, говорить о том, что защищена даже вот такая территория, как Белгородчина, невозможно. И сегодняшний прилет по топливному хранению очередное тому подтверждение. Но дело даже не только в том, что украинские дроны в данном случае преодолели ПВО. И дело не только в том, что загорелась еще одна нефтебаза или база с горючим. Это как раз неудивительно. Таких баз у России сгорело за последние полгода более 60. Уж точно более 60 ударов было. И ударов успешных. В данном случае, опять же, интересна локация. Почему именно там? А потому, что, как вы понимаете, украинские военные сейчас занимаются вырезанием топливной логистики для российских подразделений, которые находятся в Белгородской области и которые в том числе идут в Харьковскую область. Соответственно, лишение их топлива, это означает торможение вот этой самой российской военной группировки, в том числе и в Харьковщине. Но не только в этом дело. Полагаю, не исключаю этого, что перед нами это начало подготовки к полномасштабному вторжению в Белгородскую область. Так же, как в свое время предтечей полномасштабного вторжения Украины в Курскую область, стало уничтожение танков, вот таких вот топливных баз, электростанций и тому подобного логистического хлада. Так ли это проверить, конечно, сейчас невозможно. Но я напомню, как вторжение на Курщину произошло. Внезапно, просто неожиданно для всех, для всего мира. Вот и сейчас это может произойти тоже внезапно. Да, сейчас пока не видно, как формируется украинская группировка, но она не будет формироваться у границ. Она будет формироваться подальше у границ так, чтобы в течение нескольких часов достигнуть границы Белгородщины, вторгнуться и дойти до Белгорода. Это нужно будет сделать, потому что сил уже нету терпеть обстрелы вот того же Харькова. Российская террористическая саранча думает, что ей все позволено, что она может бесконечно сбрасывать те бомбы и ракеты на Харьков, лишая людей света, тепла и жизни, разрушая там целые дома, складывая целой многоэтажкой. А российские террористические пропагандисты в публичных на многомиллионную аудиторию ток-шоу рассказывают о том, как нужно проводить геноцид украинского народа, как именно нужно уничтожать Харьков, по каким точкам бить так, чтобы лишить людей надежды на будущее, уничтожать системы МЧС, медицины, образования, критической инфраструктуры. Что ж, похоже, что россияне, которые открыто призывают к такому, и которые открыто поддерживают такое, заслужили, чтобы бежать с собственных земель, быть изгнанными из таких вот районов, как Белгород и окрестностей, у Украины не остается выбора. Нужно делать санитарную зону так же, как она была сделана в Курской области. Сан-зона в Курской области означает повышение безопасности для Сумской области. Теперь россияне не могут и надеяться на то, чтобы однажды вторгнуться на Сумщину. А у них, безусловно, были такие планы буквально сразу после того, как они вторглись в Харьковскую область. Вот и с Харьковщиной нужно сделать то, что сделали на Сумско-Курском направлении. То есть сделать большую сан-зону. В идеале, еще раз, да, взять областной центр Белгородской области, чтобы Россия навсегда забыла, в принципе, о возможности наступать на Харьковщину. Более того, конечно, если бы это получилось сделать, то это означало бы отрезать российскую группировку, которая в настоящее время топчется в Волчанские окрестностях. Между тем, в Харьковской области у украинцев дела идут более чем хорошо. Они на днях продвинулись в Липцах, выбив оттуда российские подразделения. Кроме того, примерно неделю назад 3-я штурмовая бригада ВСУ провела там контрнаступление, а точнее контратаку, которая привела к освобождению двух квадратных километров вот в этой области. Разумеется, это показывает, что у украинцев есть серьезный потенциал для работы и в Харьковщине, но и, конечно, на Белгородчине. И таким образом нам стоит просто смотреть дальше, что же будет происходить. Но я думаю, что мы вполне вероятно уже скоро увидим все больше таких вот ударов именно по логистическим звеньям на Белгородчине. Но важно и другое. Если посмотреть более глобально на то, с чем стали украинские дроны, то вы поймете, их эффективность сейчас можно сравнивать с эффективностью самых настоящих крылатых ракет. Взгляните на то, что произошло накануне в Воронежской области. Я напомню, что накануне там украинские дроны уничтожили огромнейший склад с боеприпасами. И еще один, причем именно в том районе, по которому ранее уже били. Так вот, пожар там не прекратился и через сутки, о чем свидетельствуют спутниковые фото. Во-первых, вчерашние спутниковые фото, а во-вторых, сегодняшние. Причем сегодня горит не намного меньше. О чем это свидетельствует? Во-первых, я приведу сейчас аудиокомментарий от Константина Мельника, который сказал, что характер детонации на складе с боеприпасами, который был подорван украинскими военными дронами накануне 7 сентября, показывает, что там горели, в том числе, и продолжают, очевидно, гореть. Вот те самые двигатели ракет. Что подтверждают данные, в том числе, украинских источников о том, что на этом складе были сожжены запасы северокорейских баллистических ракет. Но не только. Там были, похоже, и Искандеры. Я уже не говорю про многочисленные другие боеприпасы, в том числе для тяжелой артиллерии. Вот то, как оно горит, Саш, показывает две вещи. Первое, что те боеприпасы, которые взрываются, это не просто осколочные, а имеют и фугасную часть, и, скорее всего, какую-то термитную часть. Ну и второе, что там были не просто, или хотя бы часть, не просто боеприпасы, ракеты, а что эти ракеты имели двигателя. Это значит, что когда взрывается двигатель, эти ракеты начинают разлетаться на большое расстояние. Это не просто там планирующая, а и с двигателем пороховым, литко-твердотопливным. Итак, Константин Мельник подтвердил то, о чем мы вчера говорили. Баллистика уничтожена. А это означает, что все те подарки, которые получил Путин от Ким Чен Ина, и хотел бы испробовать их для террора против украинского населения, теперь отправлены в ад. Точно так же будут отправлены в ад и иранские баллистические ракеты, потому что украинцы имеют хорошую разведку, в том числе и на местах. Они знают, когда и что, и где, и куда прибывает. И знают, как уничтожать это. Очень важно то, что у России нет выбора, где хранить свои боеприпасы. Если мы говорим о том, что Россия действует по-прежнему в рамках тактики и стратегии Второй мировой войны, то это не только мясные штурмы, когда новая волна солдат идут по трупам предыдущей волны. И речь идет еще, конечно, и о бесконечном истрачивании огромного количества снарядов. Артиллерия России неточной, но свою неточность компенсирует вот этим самым количеством. Снарядов у России не так уж и много. Совсем не то, что было в 2022 году, но тем не менее достаточно. Вот в чем проблема. У Украины есть очень хорошая разведка, которая четко вычисляет, где и какие склады с боеприпасами есть у России. Если мы говорим про ближние тылы, то есть про оккупированные территории, про фронт, то здесь, конечно, у России нет никаких вариантов, кроме как расфасовывать свои боеприпасы по многочисленным небольшим схронам. И возить это все приходится, соответственно, какими-то одиночными грузовиками, потому что, опять же, колонну очень легко накрыть. Естественно, все это чрезвычайно усложняет общую логистику, потому что, да, вы таким образом в значительной степени обеспечиваете себе более-менее стабильное снабжение, хотя на самом деле и по одиночным грузовикам очень эффективно бьют украинские в пиве камикадзе. Но зато вы удлиняете общую цепочку, потому что, конечно, куда проще привезти много снарядов и расположить их в 15 километрах от фронта, чтобы потом их тут же истрачивать, нежели разносить их по небольшим кучкам и тащить их за 200-300 километров вот этими небольшими отдельными грузовиками. Естественно, собрать в одном месте в 15 километрах от фронта нельзя, потому что это тут же уничтожит Хаммерс, что они и сделали во второй половине 2022 года. Но, с другой стороны, где-то такие крупные склады с боеприпасами да нужно размещать. Естественно, если не близко от линии фронта, то, соответственно, как можно дальше от нее. А где? А где-нибудь на российской территории, куда не достанут те же ракеты ЭТЭКМС? Но зато, как мы теперь видим, достанут украинские дальнобойные дроны. Это то, к чему Россия совершенно не была готова. Как не была она готова и к тому, что каждый такой объект придется прикрывать ПВО, которого, ой, как не хватает. И тут возникает вопрос, действительно, насколько сотен километров от линии фронта выносить вот эти вот изначально крупные стратегические склады с боеприпасами. Что ж, здесь нужно просто понимать, а как далеко летят украинские дроны. А мы знаем, что они летят сейчас на 1200 километров во все стороны от украинской границы. И таким образом, у России получается, что же, не остается никакого выбора, кроме как держать такие крупные склады на расстоянии 1500 километров? Но она не может себе этого позволить. Потому что что ж тогда получается? Что полторы тысячи километров должен ехать один маленький грузовичок с небольшим количеством снарядов? Так что ли? Ну, разумеется, нет. Все равно эти склады должны находиться от линии фронта хотя бы на расстоянии не более чем 250-300 километров. Вот та самая Воронежская область. Вот почему именно под Воронежем россияне складируют. Просто потому что, если они еще дальше будут выносить эти крупные склады, то их логистика еще серьезнее пострадает. Вдумайтесь, съездить туда-сюда на 600-700 километров к какому-нибудь грузовику. Грузовиков не хватит. Не хватит их ресурсов. А украинцы, конечно, используют эту слабость, зависимость России от огромного количества снарядов. Снарядов, которых у России должно быть очень много, если она хочет хоть как-то воевать. Еще раз. Потому что мало снарядов для России это смерть российской армии. Ибо малым количеством Россия не умеет воевать. Она не умеет в качество. Она умеет, я напоминаю, в большую массу. И вот тут украинцы ловят россиян. В данном случае они ловят их в Воронежской области. Где уничтожаются, как вы видите, не только непосредственно вот те орудия, которые используются прямо здесь и сейчас для наступления в той же Донецкой области. Но и, как вы видите, уничтожаются также орудия для ударов по дальним украинским тылам. Итак, украинские дроны вырезают стратегические склады с боеприпасами, стратегические нефтебазы. И уничтожают фронтовые нефтехранилища или хранилища с горючим, подготавливая, вполне возможно, почву для еще одной санитарной зоны. На этот раз на Белгородчине. Я бы хотел напомнить, что мы ведем сбор в пользу команды сил специальных операций, точнее, подразделения, которое возглавляется Константином Мельником, на дроны, которые команда Мельника как раз-таки производит и эксплуатирует. Это уникальные дроны. Они выполняют сразу две задачи. Это перегрузка ПВО, а также это охотники за вражескими беспилотниками. И то, и другое чрезвычайно важно. Уничтожается беспилотник-разведчик, Россия ослепляется, не может наносить удары ни в глубине, ни вблизи фронта. Или уничтожается зало «Ланцет», вот как на днях мы видели. Значит, спасена единица военной техники. Ну и, конечно, отвлекая ПВО, украинские военные позволяют себе увеличить процент прохождения дальнобойных дронов как раз для ударов по вот таким вот вражеским объектам, как сегодняшний склад с боеприпасами. Так что, друзья, пожалуйста, поддержите в этом плане команду Константина. Цель 49 850 евро собрана к настоящему моменту, к утру субботы, 17 000 евро. Пожертвования переводить можно, как всегда, через литовскую благотворительную организацию «Хаплон Фундэшн». Ее реквизиты, банковский счет и PayPal счет я даю в описании к этому видео. Там же вы найдете и те ресурсы, через которые можно поддержать наш канал. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. Суперспасибо от YouTube о виде отдельных кнопок под каждым нашим видео вы их найдете. Отдельное спасибо компании SDA, Игорь Яцкович, который до этого помог группе ГУР, перевел более 6 000 евро на автомобиль, на пикап 4 на 4. Вот сейчас мы его будем закупать. Ну и вот сейчас уже перевел, насколько я понимаю, более 1000 евро, как минимум, в пользу команды Константина. Ссылка на SDA, точнее на сайт SDA, в описании к видео. Еще один важный момент, обратная связь со всеми потенциальными инвесторами, которые написали на почту sirendrone.eu.gmail.com Это почта в описании. Все заинтересовались вот этим проектом, проектом, который сейчас разворачивает группа Константина Мельника в одной из стран Евросоюза. Я имею в виду завод по производству дронов, в том числе вот этих дронов, на которые мы сейчас собираем средства для Константина. Мы получили огромное количество писем, хотя практически не делали особой рекламы. Более 150 нам написало. Мы разослали анкеты, анкеты заполнили 20%. Все уже, кто заполнил, получили от нас обратную связь, знают, что сейчас надо подождать немножечко. Будут индивидуальные собеседования онлайн. В чем сейчас работа? Сейчас идет активнейшая работа над деталями вот этого всего проекта. Вот как только соответствующий проект будет завершен, мы выходим на онлайн-беседу с каждым заявителем. Вообще порог входа составляет 20 тысяч евро, ну, возможно, какие-то индивидуальные обсуждения по этому вопросу. Если кто-то хочет подать заявку, пожалуйста, скоро мы возобновим, кстати говоря, активный прием. Ну, раз уж вот мы сейчас заговорили, пожалуйста, пишите на почту Siren Drones, это проект, так называют, siren-drones.eu, Gmail.com. Заявление, в случае, если вы желаете поучаствовать в этом проекте, который означает не только стратегическую помощь вооруженным силам Украины, но это, конечно, и долговременные вложения, дивиденды, которые вы будете получать на протяжении многих лет и десятилетий, потому что этот завод будет работать не только сейчас на помощь силам обороны Украины, но и на гражданский рынок. Однако, когда война закончится, он будет работать только на гражданский рынок, ну, а также, если какие-то страны захотят закупить и военные дроны или там дроны двойного назначения, значит, и эти заказы будут выполняться. Ну, короче, это очень серьезный проект с очень серьезными планами и объемами. Все детали, опять же, мы вам изложим в обратной связи по почте. Пишите, пожалуйста. Константин, скажи, что ты хотел по этому поводу добавить? Я очень коротко хотел сказать всем спасибо, кто поддерживает этот сбор. У нас уже есть на этой стадии результаты. Мы о них немножко попозже поговорим. А если мы говорим об этом большом проекте в Евросоюзе, поступило нам предложение от достаточно больших организаций, даже государственных институций, нескольких стран в Евросоюзе, этот бизнес-план, этот проект подразумевает как масштабирование каких-то продуктов, там и подразумевает экосистему, военную экосистему, в которой данные дроны, которые мы хотим выпускать на первых порах, являются только частью этого всего. И эти институции предлагают нам не только начать сейчас производить огромное количество так необходимых для Украины дронов, но и с первого же дня начать разрабатывать всю экосистему для того, чтобы... Я не могу сейчас сказать, о чем мы говорим, но с теми людьми, которые входят с нами в контакты, хотят коллаборации, хотят сотрудничества, в моем индивидуальном порядке, конечно же, ознакомим и покажем весь наш план и наши намерения. У нас есть специалисты, как в Евросоюзе, у нас есть консультанты в Америке, у нас есть очень высококлассные специалисты в Украине, которые готовы и начинают работать на этот проект, который будет идти... Это продолжительный проект, это не семинутно, и такая лиха беда, как война в Украине, подстегнула... подстегнула всю робототехнику во всем мире. Спасибо всем еще раз. Константин, спасибо тебе за все, что делаешь ты и твоя команда. До свидания. Друзья, мира и здоровья всем. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин